приветствую вас на канале цветомания сегодня у нас пятница новое поступление сегодня даже мне удалось самой поразбирать цветочки вспомнить что это такое знаете до этого девочки у меня помощницы мои феи цветочные помогают распаковывать там в общем все а сегодня прям как вспомнила как это все делается этот детский восторг знаете когда приходится почта посылка и ты бежишь как дурочка скорее скорее на крыльях любви к цветам быстрее распаковывать и наши четыре коробки сегодня приехала и вот мы распаковываем я прям такая в восторге грузный какой листочек ой конечно восторг вообще я хочу что вот это вот настроение но вот прям вам передалось несмотря на холодную мерзкую погоду вот эту серую слякоть ну в общем не об этом хочу сказать у нас начался сбор предзаказа садовых многолетников луковичных то есть что это у нас хосты гехеры остильбы разные луковичные клубнивые это гладиолусы калы канны вот знаете целый список наверное вот при монтаже я добавлю чтобы понимали какой объем у нас идет предзаказа хосты просто шикарнейшие я перебирал и у меня слюни текли я думала все наверное я не устаю опять в этот раз и что-нибудь интересного себе вот опять знаете несколько некоторые сорта такие более менее интересные они опять то есть их не стало в предзаказе если в том году какие-то были например вулкана island по моему называется с красными черешками вот его в этом году нет к сожалению а есть некоторые сорта которых не было в том году они в этом году появились то есть идет чередование вот это вот туда-сюда и я сохраняю фотографии не актуальных сортов в альбоме только для того чтобы потом мне было проще обрабатывать информацию потому что вот сейчас еще прайс пришел не только с фирмы colorine но из фирмы поиск да и мне сейчас нужно обработать огромное количество предложения там тысячи просто наименований если у меня в альбоме лилии например от 400 фото в хостах где-то от 200 может даже 300 то есть представляете это сколько надо времени потратить чтобы все это дело пересмотреть это ладно пересмотреть когда фотографии уже есть готова а если это новые сорта добавляешь надо написать не просто название цену там до количества сколько штук в упаковке плюс описание к сорту до чтобы человек не искал там в интернете ну конечно если заморочить это при заказе но посмотришь в интернете что за сорт и как он вообще растет данную для новичков в особенности вот а если ты к примеру вот так вот ну в курсе пример да что такое и например долго его ждал просто описание глянул да вот именно то и короче его заказываешь поэтому времени уходит на обработку информации очень много меня просят сразу а ты сразу все вот альбомы дай нам чтобы мы уже заказывать начали я ну а как если цены меняются вот хостами в основном цена изменилась да ну как бы это хорошо из там больше цене заказывают люди а потом меняется цена а если наоборот просто были моменты когда в том году были предзаказы собирали и когда я то есть они заранее наставили в альбомах до вне актуальных которые еще не были пересмотрены по актуальности по ценам доставили там заказов и потом при получается я после обработки еще каждого спрашивала актуально ли будет потому что цена выросла к примеру прошлом году из-за санкции да то есть начале цены были такие в предложении но из-за санкций цены выросли там курс вообще евро доллара вообще скакану соответственно стоимость растений тоже по факту при получении уже выросла то есть я хоть и отдала там предоплату 50 процентов до в том году за садовая но все равно цена выросла хоть не говорят что вот вы типа там когда предоплату вносите вы тем самым вы гарантируете себе за фиксацию цены которая есть да ну в предложении в предзаказе по факту это все ерунда все это не так вот как оно будет да там то есть поставщик имеет право по умолчанию поднять цену хочет этого не хочешь независимости от того что он даже предоплату вносил то есть предоплата это факт того что тебе будет собран заказ вот наверное так это так как сейчас с провозом очень много сложностей транспортировочных да особенно с луковичными это касается поэтому как это будет вообще весной очень сложно сказать и объем заказа то есть поставщик имеет право опять же по умолчанию не додать до 30 процентов всего твоего заказа соответственно если я заказала там но не знаю на 100 тысяч к примеру до цветов то есть 30 процентов от этого объема мне могут не дать по каким причинам это может быть брак не дорастили не того качества либо если они допустим дорастили то они могут предложить меньшего размера да то есть были моменты когда например гортензии мы ждали в двенадцатом горшке по факту не пришли в девятки цена такая же потому что курс вырос и ничего мы с этим сделать не можем поэтому при заказе имейте ввиду я специально начале видео об этом начала говорить чтобы люди уже понимали вообще ну смысл этой закупки то есть все равно закупка предварительный заказ это риск и надо понимать на что ты идешь если ты хочешь получить тот или иной сорт были конечно в этом году моменты когда вот это вот 30 процентов не входило в тот заказ и мы делали возврат денежки там 50 процентов кто нам отдавал переводил соответственно в эти денежки возвращали там ну вот кто кому не поступало да то есть вот такие моменты вообще полные условия прописала в группе вконтакте то есть кому кому интересно можете в контакт добавится если вы только на ю тубе смотрите то к сожалению я ну никак не смогу такой объем перелопатить и куда-то даже там я не знаю в одноклассники или еще в какую-то соцсеть это добавить где у вас там это есть я могу максимум сделать какие-то объявления небольшие там в 10 позиций на авито выставить вы там можете мне написать вот но и все то есть как бы больше то я ничего к сожалению не смогу сделать это это будет только после того как я отправлю заказ потому что какую-то часть может быть я буду в наличии там заказывать на свободку но это будет скорее всего все очень сильно ограничено потому что это все стоит денег то есть сейчас у нас поставки сокращают ну как поставки то можно не сокращается но объем отправок не так как с почты до соответственно денежных средств свободных тоже как бы немного то есть складывать их на полгода до отдавать их предзаказ тоже не совсем выгодно для нас и выходит поэтому скорее всего будет все это дело основываться только на предзаказе вот может какую-то небольшую общую часть мы закажем по садовую но это будет прям мало вот теперь что касается этого привоза наговорила тут уже 7 минут но это нужно было сказать чтобы люди понимали вообще ну условия закупки потому что на заказывают а потом начинаются отказы и когда начинаешь собирать предоплату либо потом когда привозят уже на свободки какие-то проблемы начинаются ну в общем все вот на берегу рассказать уже сейчас заказы мы отправляем я буду отправлять уже формировать 15 ноября уже в прайсы прописывать полностью весь заказ и 16 у меня уже заказ должны будут принять в обработку поэтому не тяните с выбором если у кого-то там с кем-то нужно посоветоваться вот там выходные себе возьмите как-то хотя бы день выделите но ставьте себе ну как бы заказы что потом не писать о том что я не успела если я сейчас закажу будет мне не будет скорее всего не будет если до 15 вы поставите вероятность того что вам придет ну пусть не 90 даже процентов пусть даже 80 процентов но они она будет большинство растений которые в том году я заказывала они поступили именно те кто были заказаны а кто заказывал после 15 там тоже примерно 15 число было 10 15 ноября обычно отправляется вот и не всем хватило желающим поэтому давайте будем активнее это дело все организовывать чтобы мы могли принять вашу заявку обработать успеть все теперь точно все начинаем по привозу поэтому рассказывать телансия серебрушечка наша в очередной раз приехал это уже наверно третий раз она приехала к нам я хочу сказать что она приходит все больше и больше если раньше на в ладошку ну ладошку видно было то сейчас вот мы даже палетку взяли другую потому что ну вот размер вообще впечатляет на огромное здесь две-три розетки точно есть посмотрите какие они здоровые были на нее заказы возможно еще какая-то часть будет на свободке спрашивайте сенсивиере конечно она пришла немножко не такая как была на фотографии в предложении но в общем то я очень даже довольна потому что там была она прям совсем желтая и я точно знаю что тот сорт который там на фотографии он прихотлив наверно так сказать правильно потому что чем больше желтого чем больше в регатности тем растение капризнее особенно в это время года его сложнее адаптировать плюс по интересности наверно тот не такой интересный как вот этот потому что вот этот в том году наверное когда привозила конечно розетки были чуть побольше он был в девятом горшке насколько я помню он прям вообще быстро разошелся тут который был желтый в шестом его да ну как бы не особо брали поэтому я даже обрадовалась что пришел именно этот сорт сенсивиере шестой горшочек вот такие они вот зеленушечки по краю в центре в регатность зеленочка тоже присутствует то есть жизнеспособность очень даже хорошая вот хочу сказать по поводу отправок те кто заказывал у нас с простым изолоном с утеплением да и почты мы отправляли были случаи обморожения то есть там даже сенсивиере прихватывал они были такими мягкими вот и там пришлось зачищать люди там не оставляли у кого-то вообще все в кашу пришло поэтому почты с простым изолоном очень опасно было несколько посылок но не менее пяти штук которые мы отправляли вплоть до на дальний восток туда за новосибирск и даже на север туда в ханты-мансийский да вот этот автономный округ вот туда отправляли и они были с пенопластом и все прекрасно доехало то есть ну там были некоторые нюансы но это вообще не что по сравнению с тем что просто вызвало не пришло даже на ближайшее расстояние поэтому то что вот мы отправляли почту я прям вообще дико рада погода конечно способствовала сейчас уже конечно все не так и уже и снег где-то порхает у нас и минус уже такой как бы становится более менее стабильный конечно сыра еще там дождь вместе со снегом вроде как бы и 0 плюс порой бывает это у нас октябрь такой до ноябрь уже считай помню мама мне рассказывала в день рождения в мой папа когда ну я родилась папа бегал по сугробам вокруг роддома и и по колено был снегу если не больше то есть а сейчас у нас уже на дворе ноябрь и еще толком снега и не было по большому счету он весь еще тает у нас вот во многих региона кстати так хотя точно знаю что вот где-то там новосибирск та сторона там уже как бы ну совсем по-другому кто из новосибирска и с иркутской например напишите как у вас погода очень интересно на же много любителей цветолюбы цветолюбов по стране и не только в разных странах знаю есть смотрела статистику тут в ютубе там даже в сша вроде как смотрят очень удивительно мне бы конечно было связи с нашей ситуации конечно в мире ну ладно давайте не будем о политике все это груз печаль мы о добром и хорошим о цветах так вот показываю но не говорю про нее филадендрон пинг принцесс выкупила я по акции что-то очень дешево до 500 рублей и думала что придет малявка как на фотографии но по факту пришло вот такое бомбическое растение здоровенное ну здесь для своих шестых горшков в шестом горшке для этого объема горшка очень даже неплохая зеленая масса скажем и варегатность очень даже хорошая то есть я думала может быть цена такая либо из-за варегатности либо из размера но по факту пришло вот видимо просто акция акция замануха будет еще на следующей неделе такая же поставка выкупила потому что было тоже недорого вот я же такая люблю похапать мы же все такие любим похапать уже дома некуда ставить а мы все равно идем и и что-то берем себе и все говорят вот меня домой уже не пустят я открою вам секрет никого еще дома не выпуск не выгоняли и цветы никто не выкидывал если у кого-то это и было расскажите пожалуйста поделитесь с кем это случилось но вот сколько бы мне людей не говорил об этом ни с кем это еще не происходило даже я которые до безобразия любит цветы и по одно время у меня не стояли просто везде одна тропочка стояла была прихожая все остальное было в цветах ну там все здесь продажи да это было у меня дома самом начале еще вот сейчас вот такая вот у меня красота в общем пинг принцесс просто радует глаз вообще если не чувствую я минут на 40 точно это дело растяну потому что эмоции прям зашкаливают снова пришел филадендрон принц оранж он конечно предложение как рыца но вот сам настоящий принца раньше вот посмотрите на его листочки я в интернете найду взрослое растение его и вы сразу поймете что это именно он вообще ну то есть цена в пределах 1000 рублей вообще огонь если раньше не стоили там 4500 и прям люди гонялись не знали как вообще вперед бурвать купить сейчас вот такая вот считается на опять же напомню биркина в прошлый раз про него говорила как цена сильно упала и проблэк кардинал тоже ну то есть вот время идет цены падают и смотрела тут я блогеров ну несколько разных блогеров которые рассуждали на тему ценообразование на цветы и как бы получаться как правило осенью цены очень сильно падают то есть весной когда цветочная ломка просто зашкаливает и хомяк он просто уже рвет и мечет и жаба где-то в углу спряталась просто скупают все и появляются новинки какие-то да интересные цена там такая она не дешевая вот так осенью все эти новинки превращаются в цене раза в два если не больше дешевле выходят растения поэтому сейчас нужно ловить момент у кого этих растений нету приобрести вот прошу прощения за голос тут еще болела немножко наверно хрипота осталось так вот пока еще не ушла отсюда надо рассказать еще здесь это у нас ктенанта бурли макса просто докупила до кучи до коров коробку чтобы весь лимит использовать не под заказ ничего они свободны кустики пышненькие правда сырые будем ставить на просушку потому что безобразно сыра пересаживать пока их не планируем поэтому так вот даже вот руку туда вот так вот и там прям сыра чувствую как будто там прям хлюпает не хлюпает конечно ну и лягуши не заквакают ну прям сыра сыра берем их на просушку долго ждали мы когда появится снова вернее он был закупки но я рассчитывала на второго поставщика у которого это все дело я хотела заказать но у нас с ним не срослось вообще никак там ну в общем были некоторые нюансы проблемы сейчас значит со всеми этими закупками не все так легко если вы думаете что так просто взять там заказать что-то где-то купить это все не так то есть выходы есть но надо это все дело продумывать поэтому у меня не получилось и вот с настоящим действующим постоянным поставщиком увидела вот по акции чуть дороже конечно цену может тоже оставлю либо там ненадолго немного больше будет плюс 50 там тиро 100 рублей не сильно критично цена поднимется может быть и даже не поднимется посчитаю по транспортно может быть транспортные чуть-чуть будут подешевле может нет посмотрим в общем все это я в группе обязательно напишу покажу сейчас я вам какие у нас они пришли они конечно пришли прям ну одно растение в одну в горшке и не сильно прям таки пышная до листочков вот тут вот два этот прям сломан его надо будет наверное все таки убрать цветущие здоровые хорошие крепкие красивые вон воздушные корни видно ну вот они такие не совсем пышные если смотреть прямо ну такие прям совсем хорошие кустистые да они там в цене уже то есть не в пределах тут полутора тысяч да если не ошибаюсь они стоят сейчас там они где-то около четырех наверное вот на данный момент предложение вот таких вот дешевых уже сейчас нету то есть один палет я выкупила шесть штук там заказы люди оставили это вот молоденький листочек такой я по-моему название не сказала антуриум хрустальный или кларинервиум ну в общем добавлю красивое его название чтобы вы понимали общать чем я говорю взрослый экземпляр также в интернете поищу может быть он вам тоже понравится и в будущем если он еще будет по акции я его снова выкуплю взяла опять же по акции эпипремном как он там ауриум варегатный в общем он варегатность в принципе неплохая пусть не нова не на всех листочках ну в основном это такие сплэшевые такие штрихи а каких-то прям ярких плотных пятен белых по нему нету ну вот такое что-то да но я думаю что поэтому у этого сорта наверное и нет прям таких чисто белых белых и может быть даже это и хорошо потому что если белая белая не очень быстро коричневый становятся и растение такое не совсем красиво а вот такого плана в общем-то очень даже неплохо и вот кстати тут ведь какой не совсем красивый лист алиси на самом деле они резные где-то тут одно растение было уже с резным листом сейчас я его на вот он вот он вот вот такой вот резной лист и он на самом деле должен быть крупнее вот но он как классный очень красивый любители ценители эпипремума думаю меня поймут это у нас эпипремуму марбл планет он был тогда у нас тоже недавно в предложении где-то осенью привозила нежность если не ошибаюсь в сентябре наверно и их тогда с прям сразу быстро забрали ну как бы на свободке он долго не держался вот и тут что-то я так думаю может быть снова взять в общем как по по моему мнению это не эпипремум а монстера карстриана потому что ну вот по фактуре листа по красоте листа да кстати он очень крупный пришел она прям очень сильно не на эту монстерку и похоже очень красиво цены конечно на монстеры вот наварегатные в сети адденсена перу цены вообще дико падают если раньше они там были на закупке ой ну не менее 20 тысяч точно за горшок то сейчас цена вообще падает то есть уже где-то и за десятку а если там череночки смотреть на авито так они вообще уже из-за 5 по моему можно найти я конечно особо не искала не смотрела ну вот промелькивала где-то у меня там какие-то рекомендации объявления я видела то есть сейчас осенью тот то время когда стоят какие-то редкости которые не получилось из-за цены взять весной можно сейчас уже урвать я их могу кстати перевести то есть кого интересует я могу по предоплате то есть заранее денежку взять кто действительно желает выкупить и привезти ну то есть таким образом желательно конечно такие дорогие растения без пересыла либо отправка поезда либо отправка машиной потому что транспортной компании ну блин вот сильно жалко потерять такое растение да там у нас вдалеке это антуриум ягуар грин покупала тогда тоже вот он относительно недавно был и он был такой очень даже пышненький хороший мы его разделили и джелёнки по моему прям сразу все ушли тоже разобрали у нас по моему даже местные в основном мало было на отправку в общем снова выкупила если кто желает можем целиком отдать потому что я еще один взяла на следующей неделе привоз эти какой очень пышный и воздушек много можно уже переукоренять его вот такое пышное цветение классное зеленок там ну не меньше десяти вышло тогда может даже больше я уже не помню да и цена такая соответственно на них тоже недорогая вышла сорт сам по себе довольно редкий по крайней мере раньше я его прям вообще дико дико желала заполучить и чтобы это случилось надо было в угольное ушко пролезть да там как-то долго долго заказ ждать сейчас благо с этим проблем нету я если увидела сразу выкупила то есть никого уговаривать не надо вот но все равно я считаю его таким интересным и редким сортом потому что какие-то простые сорта там амалия элегант спустя надо недорогая там до 1000 рублей но вот меня всегда тянуло вот к таким каким-то более интересным расцветкам редкостям помню была тоже моя любимица индиана как-то так или индия какая-то вот точное название я напишу потому что давно уже не возила ее и в предложении ее тоже давно нету вот сейчас сам summer style по моему появляется иногда тоже в большом горшке и фэнтези появляется с фэнтези раньше вообще проблем не было сейчас не знаю что такое плюс про юту спрашивали с ютой вообще не знаю что случилось ее не стало она просто пропала раньше хотя бы раз в год осенью привозили и там с десяток я могла людям предложить этот капризный сорт юта вот но вот сейчас я его вообще не вижу то есть не знаю с чем это связано вот очень сильно хочется желается но его нету некоторые сорта прям пропали пропали так давайте смотреть дальше филодендроны конечно я ждала этот филодендрон немножко другим приложу фотографию до добавлю фотографию при монтаже чтобы понимали о чем я вот там на фотографии небольшой невысокий но как будто бы какая-то там будто бы варегатность не варегатность ну что-то какие-то листочки интересные были нам на знаю название был он просто на ru escape и я конечно могла предположить подозревать что придет зеленка но то что вот он придет такой крупный я конечно не думала то есть я боялась того что он придет простой зеленый и самый такой маленький экземпляры и за такую цену думаю мне точно не продать но садовник видимо зажалился не сжалился но очень сильно отблагодарил наверное нас потому что здесь в горшке в каждом горшке по два растения этого на ru escape он сам по себе получается но для таких размеров недорогой выходит двенадцатый горшок плюс еще если напополам делить то вообще считаю что цена будет огонь на него вот таких у нас получилось два раза по восемь штук шестнадцать штук о красота у нас был ну кстати тогда разобрали его на там было одно растение в горшке цена где-то около 800 рублей по моему было восемьсот девяносто если не ошибаюсь вот а здесь где-то тысяча сто примерно до тысяча сто пятьдесят плюс минус в общем вот очень рада что вот так все обошлось все хорошо поэтому желающие пожалуйста записывайтесь под фотографии по той ну в группе в альбоме и все кто запишется обязательно всем растения будут так смотрим дальше у нас алаказия silver dragon уже не в первый раз я закупки видела именно в таком размере до этого не приезжали все в шестом горшке там цена была около 600 рублей здесь я не ошибаюсь выходит около 800 рублей десятый горшок то есть сейчас попробую достать соответственно вот на дне корни есть соответственно полностью ком должен быть внутри по крайней мере оплетенный она размножается не корневищным способом аризонками может быть где-то ближе к основанию к стволику уже там какие-то наросли потому что она довольно крепкая то есть листочки не маленькие тоненькие а они такие уже плотные жесткие и вот новые листочки прям хорошенькие хорошенькие здесь вот видно что не тонкий то есть стволик он такой хороший и жирненький толстенький люблю растения которые знаете пусть они в шестом горшке либо там в десятом но не не близко особенно лаказе расположены вот вот эти вот вот эти вот как правильно назвать ножки до листочка что они высоко от грунта потому что когда они приезжают плотно к грунту в коробке они прям слеживаются и мокреют листья а здесь у них есть расстояние и это дело все фиксируется получается бумагой и они доезжают хорошо то есть мне вот нравится когда они чуть повыше чем нежели бы не были бы прям плотно к земле а глонемы сейчас на глонемы прям какой-то жуткий спрос микс который был на прошлой неделе прям вообще очень быстро после того как видео добавила я недели он разошелся и на него прям еще в общем заказы пошли на него пришлось прерваться такой момент надо было обсудить в общем по ходу событий забыла вообще о чем я говорила тут антуриум помню на нем закончила в общем сорт недорогой ну в том плане что он пришел недорогой и в девятом горшочке и довольно много вот показывала что здесь несколько растений то есть если разделить кто-то на продажу берет кто-то там делится с кем-то с подружками кто-то просто любит пышный кустик себе я считаю что это очень даже выгодный вариант кстати меня спрашивали как вы относитесь к людям которые покупают у вас растения на перепродажу абсолютно никак не отношусь но в том плане что и не против потому что все у нас хотят заработать денежку какую-то себе я собственно с этого же и начинала поэтому я никак не ругаю людей единственное неприятное когда фотографии тырят и выдают за свои и через эти фотографии продают ладно если эти фотографии из предзаказа как бы они в общем доступе у всех есть но когда мои фотки там на фоне баннера особенно тырят это конечно не совсем приятно хотя в принципе вот по большому счету может быть даже какая-то и реклама мне вот ну к тем кто продает растения которые покупают у меня я абсолютно нормально отношусь в общем все хотят кушать и все хотят заработать точно так же как и я поэтому мне очень даже хорошо что меня их покупают я в общем-то и не против для этого я и вожу чтобы людям была радость пусть радость будет в каком-то заработке дополнительном но все равно повошка со цветами пересадить это тоже небольшая радость потому что сама по себе знаю как я люблю пересаживать в двадцать первом горшке пришла шкура дракона снова я ее выкупала ну тогда помните здоровые кусты такие были вот и в этот раз она снова пришла и снова здорово мы тогда их все сразу раздали и даже отправляли поездом отправляли отправляли почтой кстати отправляли да и вроде две не помню но одну точно отправляли почтой и в общем-то в пенопласте вот опять же повторюсь хорошо доходят сейчас конечно уже не стоит рисковать вообще в принципе почтой отправлять не важно хоть в каком-то там утеплении всегда говорю о том что растения они не выделяют тепло и если попадет в хороший минус растения просто неминуемо погибнут и эти риски просто ну я не готова на себя брать то есть там были люди которые ругались и говорили там что вот там из-за вас вы же отправили вы все равно какой-то как продавец должны гарантию дать а гарантии я каких могу дать я что должна ехать и коробку обогревать что ли нет ребят так не делается если вы взяли на себя ответственность вас предупреждали и не раз и просили каким-то другим способом вы все-таки решили почту сэкономить подешевле ну ну извините как бы тут уже от нас мало что зависит мы можем сделать хорошее утепление но как бы ты не утеплил все равно растения могут прихватить к сожалению минусовые температуры для растений просто губительны в общем вот такая шкура дракона еще и три штучки к нам пришли в большем горшке ну и тут у нас еще остается красавчик феодендрон пока разбирали я вроде название помнила еще а сейчас как будто вылетело все из головы что-то как-то я запамятовала поэтому при монтаже я добавлю название его если найду в интернете взрослое растение обязательно покажу а вообще он конечно классный я думала что-то что-то такое вот знаете простенькое вот ну вот без фактурного листа да в этом плане я знаю что он зеленый вот но зеленка то на знаете зеленка рознь поэтому показать вот такую красоту я не могу не показать не могу не показать видите как у него получается лист вот такой вот прорезью и он очень сильно такой прям резной да я не знаю даже как его описать даже гофра есть немножко кудрявость по листу по краю его кстати почему-то сразу для меня удивительно было почему так сразу забронировали а потом я посмотрела на взрослые растения и поняла что наверное он такой какой-то во взрослом варианте очень даже и ничего потому что это тут опилки не знаю правда что тут опилки делают в центре листа думали сначала что какие-то вредители но нифига это же дерево его же не спутаешь с животными правильно в общем вот такой здоровый крупный фактурный красивый резной лист немного таким кудряшкой а по пышности кстати не показала вот тут ну ни одно растение два три может детки какие-то еще сбоку есть поэтому а и предложение кстати очень недорого в пределах тысячи рублей вообще огонь вот наверное уже все по привозу я вроде все рассказала и даже больше по закупке по садовым не знаю вот если останется время я может быть выставлю какой-то может быть слайд-шоу по сортам ну просто для ознакомления опознавания определитель сорта еще как-то так вот ну не знаю для заказа это вряд ли получится потому что все это очень сложно собрать воедино когда большой объем может быть потом когда у нас все таки появится сайт с этим станет проще и люди которые не состоят в контакте либо просто просто не нравится контакт поэтому они заходят нас будут на сайте будем надеяться что Бог даст и мы найдем нормальных программистов хороших кстати может кто-то посоветует мне нормального программиста напишите мне на ватсап я очень сильно хочу пообщаться и понять хотя бы вообще что от меня требуется какое тех задание надо для того чтобы создать сайт но именно рабочий не просто там какой-то интернет-магазин да где там выставляют фоточки и все а именно вот такой интересный живой сайт вот очень буду рада любым подсказкам всегда радуюсь комментариям кто что-то по сорту подсказывает говорят там в прошлый раз по моему по фаленопсису по орхидейке мне подсказали спасибо большое да и вообще если вы пишите как у вас там по уходу как у вас вообще зимовка начало зимовки как отопление переносят растения очень все это интересно пишите в комментариях пообщаемся я пусть не всегда отвечаю но я отвечаю стараюсь насколько это есть возможность сделать ну а наверное на этом все наболтала опять тут я много благо праздники может быть время будет побольше прослушайте все ну вот всем спасибо за просмотр ставим палец вверх подписываемся на канал и ставим уведомления чтобы не пропустить следующее видео всем пока пока